Движение – это жизнь. Для нашего сегодняшнего героя эта фраза является скорее реальностью, чем знаменитым афоризмом. Рёв моторов, финишный флаг из чёрных и белых клеток и разные судьбы тех людей, которых он встречает в своей жизни. Знакомьтесь, судья всероссийской категории по моты и автоспорту Олег Пчелинцев. Автомобильный спорт в Рязани в том виде, в котором он сейчас существует, не был бы возможен без организаторских способностей Олега Пчелинцева. Однако свой путь наш герой начал с мотоциклов. Когда-то знаменитые рязанские мотогонщики, спортсмены Виктор Адаян и Григорий Шурик, общаясь с Олегом, поняли, что это тот человек, который может взять на себя ответственность, с которой справиться. В то время Олег работал на заводе «Красное знамя». Там он и проявил свой первый организаторский талант. Ну, они почему-то у меня организатор открыли. Говорят, Олег, ты знаешь, у тебя, по-моему, организовывать получится. И я организовал на заводе, на котором работал «Красное знамя» до сих пор и работал, мотосекцию, так называемый, мотоклуб. В секции начали появляться мотоциклы, развитие пошло в гору. В это время областной совет ДОСАВ на основе мотоклуба завода задумал провести мотопробег по Советскому Союзу. Олег Пчелинцев вместе со своей командой прошел более 6,5 тысяч километров. Ростов, Волгоград, Новороссийск, города Крыма, Одесса, Курск и снова Рязань. Попутно с этим даже снимался фильм о грандиозном событии в жизни рязанских мотогонщиков, о тех городах-героях, в которых они побывали. На волне развития мотоспорта в Рязани начали появляться интересные соревнования. Я первым делом организовал мотопатруль. Это такая интересная, казалось, гонка. Название этого рыбы – это на самом деле многоборье. Кольцо, где-то длиной 70 километров примерно от завода, то на Семчино, Конищево, потом выход на Борки, опять на завод, к заводу. Там было маленькое кольцо для штрафных, вот типа биатлона получалось, понимаете. Стрельба из винтовки, подъезжаешь к этому тиру, должен пять шаров сбить, таких надутых, на расстоянии 15 метров из пневматики. Тебе в карточке отмечают, сколько шаров выбил. Не выбил, значит. Приезжаешь к заводу и на штрафной круг. Сколько шаров, столько кругов штрафных. Идет чистое время. На соревнования, которые Олег Пчелинцев спустя годы начал проводить в Рязани, стали приезжать гонщики из других городов. Одновременно с этим все тот же заслуженный тренер России Виктор Адаян порекомендовал Олега Пчелинцева Центральному автомотоклубу России как судью. Дальше пошел зам главного судей по допам. Это вот типа моторалли. То есть по горам вот это мы в Чечне. Где-то четыре раза проводили соревнования. Кстати, у меня есть даже награда отправить в Чеченскую отлично организацию. В Осетии раз в пять, в Мукачево, Толомы. Вот такие места по горам в основном на мотоциклах. Однако прошло время и мотоспорт на пике своего развития начал сходить на нет по всей стране. Содержать мотоклубы стало очень проблематично. Конкуренцию начали составлять мощные зарубежные мотоциклы. Олег Пчелинцев почувствовал момент и одновременно с мотоспортом начал развивать в Рязани автоспорт. Все это распалось, но автомобильный спорт почему-то остался. В городе все сохранилось. И сейчас вот создали мы где-то в 92-м году федерацию рязанскую. Федерация авто-мотоспорта. Вот с тремя энтузиастами. И дело пошло. Вот проведение соревнований регулярное в Рязанской области, мы от этого не отступаем. Вот если запланировано этот год там пять соревнований, мы их обязательно проведем. А в других областях регионах по одному еле проводят. Сейчас в Рязани проходят такие автокроссы. Русская зима, День Победы, День Урожая, Кораблинские Зори, Новогодний Кубок Рязани. Все под предводительством Олега Пчелинцева. Когда-то он сам придумал для этих соревнований все названия. Надо придумать соревнования. И я начал придумать. Ну не просто так, чтобы просто чемпионат области, оно должно иметь название. Вот первый автокросс, который я осуществил, он так стал и называть до сей поры «Русская зима». В феврале месяце, посвященный Дню Защитника Отечества. В феврале 2017 года автокросс «Русская зима» пройдет уже в 29-й раз. Дело движется к юбилейной дате. А вот состязание «Кораблинские Зори» – это все-таки новое детище. В этом году автокросс состоялся в седьмой раз. Мало того, что сразу становится понятно, где проходят «Кораблинские Зори», так еще масштаб и красота самой трассы просто завораживают. Олег Пчелинцев с большим трепетом относится к тем местам, которые он подбирает для соревнований. Когда-то популярная трасса для автогонок была расположена в Семено-Оленинском, недалеко от Рязани. Теперь это место стало горнолыжным курортом. Раньше же там разворачивались настоящие сражения автомобилей. Крутые спуски, подъемы. Не обходилось себе с происшествий. Это было давно. Это как раз было в Семено-Оленинском зимой. Вы представляете, ЗИЛ вылетел по воздуху на высоте где-то 2-3 метра. Вот так вращаясь в воздухе, он метров на 20 в сторону улетел. ЗИЛ зацепился передними колесами за задние колеса впереди идущего автомобиля. Сразу после этого машина, идущая сзади, взлетела. Зрители находились далеко от места происшествия, зато судьи столкнулись с аварией лоб в лоб. Да, я рядом был и кричал, уйдите все, спасайтесь. Я это понимал. И главное, я отдал старт, и остановить невозможно эту процедуру уже. Ронич, как остановишься? Все, летят, вот они рядом. Ну, я за автобус спрятался. Кто-то все же получил травмы, но со временем пострадавшие оправились. Из разговора с Олегом Пчелинцевым становится понятно, та трасса была одной из его любимых. Теперь ее место в сердце судьи заняли эти крутые виражи, неподалеку от Семена Оленинского. Новая трасса для автогонок. Называется Семеновская. Она нравится Олегу по нескольким причинам. То, что она скоростная, то, что она видимая. Вот этот последний поворот, там 6,5 метров, он настолько коварен, небольшая высота, казалось бы, но с таким поворотом, и там отрицательный угол. Гонщиком-то проехать очень сложно. Приезжали сюда ведущие такие ребята уже, и говорят, ну, отлично, отлично. Душу отвели, вот, держишь газ, говорят, ты чувствуешь, что едешь, летишь, и удовольствие испытываешь от этой трассы. Удовольствие от трассы испытывают не только гонщики. Для зрителей здесь созданы очень комфортные точки обзора. Они наблюдают за гонкой сверху, машины как на ладони. При этом даже в экстремальных ситуациях автомобили останутся на трассе, а зрители в безопасности. Они сюда далеко не могут вылететь. Там, во-первых, обваловка есть, обваловка, вал земляной. Потом подъем здесь достаточно большой. По правилам, 2 метра достаточно от трассы, чтобы зритель находился, и это считается безопасной зоной. Сейчас это место заснуло до следующей большой гонки. Пока на дистанциях 1200 и 1400 метров здесь могут тренироваться те, кто пожелает получить награды из рук знаменитого судьи. Олег Пчелинцев так пропитан идеей автомотоспорта, что ему даже удалось привлечь к судейству и своих внучек. Вы знаете, судили определенное время, но у всех в своей жизни складывались такие обстоятельства, что по работе невозможно участвовать. Следующий кросс, который пройдет в регионе на этой трассе – это новогодний Кубок Рязани. Состоится он в декабре 2016 года. Заснеженные деревья, покрывшиеся льдом озера, красота, теплый чай, зрители, гонщики и коллеги. Для всех собравшихся этот праздник крутых виражей будет являться новым глотком не только свежего воздуха, но и настроения. Как говорилось в одной из газет, статья которой была посвящена Олегу Пчелинцеву, кто с детства полюбит скорость, тот с трассы не сойдет. Пока двигаемся, будем двигаться. И это, я думаю, всем надо это учиться, что человек живет, пока он движется, пока он что-то делает. Всякая остановка, она чревата. Не остановился в своем развитии и мотоспорт, о котором мы говорили в самом начале. Мотокроссы проходят в Скопине, Шацке. Сейчас Олег Пчелинцев является судьей всероссийской категории по мото и автоспорту. Конечно, большое внимание он уделяет Рязанскому региону. Каждый гонщик знает его в лицо. А сам Олег Пчелинцев очень ответственно фиксирует фамилии победителей и участников автомотокроссов в итоговых протоколах. И получает большое наслаждение от того, что гонщиков с каждым годом прибавляется. Кто входит в 20-ку лучших взрослых теннисисток России? Одновременно с этим учится в двух вузах и занимается написанием собственной книги. В 17 лет Анастасия Гасанова совмещает в себе многое. Встречайте ее в следующей программе. Субтитры создавал DimaTorzok